Елизавета Федотова работает лаборандом химического анализа на предприятии Лукоил Пермнефти Оргсинтез. Девушка закончила краевой индустриальный техникум и сразу устроилась на предприятие. Это позволило получить ей статус молодого специалиста. Для молодежи на предприятии разработана программа адаптации и осуществляется поддержка по всем направлениям. Вопросы охраны труда и промышленной безопасности входят в адаптационный спектр. Используют на предприятии и игровые методы обучения. Такой формат помогает быстро погрузиться в игровую ситуацию и оперативно найти решение, еще и с положительным эмоциональным фоном. Лично для себя я отметила, что полезно, потому что я как человек, который не работает на основном производстве, здесь узнала много интересных моментов в работе именно операторов и вообще сотрудников, кто работает на основном производстве. Семинар-тренинг был организован в формате настольной деловой игры «Герои в касках». В этом году для молодых нефтепереработчиков ее официально проводили впервые. Молодежь поделилась на две команды, в которых случайно распределились игровые роли. Руководитель, специалист по охране труда, работник промышленной площадки. У каждого действующего лица были свои ролевые наборы, которые помогали прочувствовать персонажа. Так, например, игрок с ролью руководителя нес ответственность за свою команду и в случае промахов выплачивал штрафы. А специалист по охране труда был мозгом команды, отвечая на каверзные вопросы по промышленной безопасности. Обе команды прошли игру и в конце получили награды. Данная игра позволяет нам в простой игровой форме пройти через те условия, которые возникают в реальной жизни на рабочем месте. То есть это и выполнение работ повышенной опасности, это и оказание первой помощи. И, конечно же, это помощь и поддержка руководителей, те, которые всегда должны прийти в непростую ситуацию на помощь своему работнику. В планах предприятия опробовать и другие варианты игр. Все они разной тематики, но адаптированы на поддержание осведомленности и повышение навыков сотрудников компании. Особый упор делается на привлечение молодых кадров. Подавать охрану труда в виде игры эффективно. Считаю, что надо это внедрять, организовывать такие игры чаще. И не только с молодежью. Считаю, что в это направление можно привлечь и уполномоченных по охране труда, то есть между уполномоченными такие игры проводить для развития, для обновления знаний своих, подтверждения своих знаний, ну и в целом для командности. На Лукоил Бермнефть Оргсинтез на регулярной основе проходят экзамены и профильное обучение. Кроме официальных мероприятий для проверки знаний, существуют и такие игры.